Осень 1944-го из ГУЛАГа убегает незаконно осужденный новой властью Игорь Волк. Дома его ждет жена и любящие дети. Вот только и им, и его односельчанам грозит опасность. Тизер фильма «Полный месяц» сейчас снимают на одесской киностудии. Тишина! Кадр один, дубль Одесса. Полнометражный фильм снимают по мотивам одноименного романа Андрея Кокотюхи «Полная луна». Книга попала в короткий список книги года BBC в 2015 году. Однако главным героем фильма станет не центральный персонаж книги. Автор сценария решил сместить акценты, чтобы зрителям было интереснее смотреть за развитием главной сюжетной линии. Кроме того, они вместе с режиссером-постановщиком задумались сделать нетипичный фильм о Второй мировой войне, а добавить в него нотки хоррора. Если мы говорим о хорроре, ни в коем случае это не будет связано с кровью, ни капля крови не будет пролита, хотя мы всех убьем сегодня. Этого не будет. Все базируется на киношном языке и делается для того, чтобы было интересно смотреть. Над экранизацией романа трудится 25 людей. Команда исключительно одесская. Ведь еще одна цель режиссера – это возродить в Одессе кинопроизводство. На проекте будут задействованы исключительно одесские силы. И вот Миша, который у нас артист, он в Украинском театре. И все люди, которые работают, которых видите на площадке – все одесситы. И мы постараемся перетянуть кинопроизводство как можно больше в Одессу, потому что Одесса заслуживает больше. Все реквизиты, военная форма, оружие, радиостанции, которые используют на съемочной площадке – реальны. Их предоставил реконструкторский клуб «Арсенал». На некоторых экземплярах оборудования осталась гравировка и надписи тех времен. Актеры сознаются – это добавляет антуража, и вжиться в свои образы становится легче. Это все очень долго покупалось, в том числе на ebay, на западных сайтах. Можно сказать, что это оборудование полностью соответствует оборудованию тех лет, оно и есть тех лет. То есть, вы видите, на ней есть даже оттиски с 41-го года клей. В принципе, все, как было тогда. В фильме снимаются как опытные актеры, которых в профессии более 10 лет, так и новички. У них роли, разумеется, не столь ответственные, но тоже интересные. Кроме того, для них это бесценный опыт работы в кадре и дополнительная практика взаимодействия с командой на площадке. Я радист, получается, связываюсь с штабом по узлу связи, по радиосвязи, настраиваю связь, передаю радиосигналы. Очень волнительно, то есть интересно, что получится. Я думаю, надо правильно вложиться в роль и показать весь антураж, который здесь есть. Финансируют картину фонд украинского кино. Как только организация утвердит тизер, команда приступит к съемкам непосредственно фильма.